Рынок акций США по итогам торгов в пятницу продемонстрировал довольно вялые результаты, но вместе с тем по итогам всей прошлой недели фондовые индексы зарегистрировали самый мощный подъем с ноября. Индекс Nasdaq Composite был единственным среди триады фондовых индексов США, которому удалось подняться по итогам пятничной сессии и зафиксировать недельный рост в 3,9%. Финальная котировка составила 4 504,43 пункта. Индекс The Dow Jones Industrial Average по итогам торгов достиг значения в 16 391,99 пункта, немного снизившись. Зато за неделю индекс голубых фишек вырос на 2,6%. Standard & Poor's 500 закрылся на уровне 1917,78 пункта, также немного просев пятницу, однако его недельный рост составил 2,8%. 11 февраля индекс упал до минимума за 22 месяца, после чего начал восстанавливаться. Цены на нефть снова снизились, потянув за собой котировки нефтяных компаний, таких как Consul Energy, TransOcean и Devon Energy. Кроме того, в пятницу стало известно, что индекс потребительских цен в США в январе не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, когда он снизился на 0,1%. В годовом выражении цены поднялись на 1,4%. При этом базовый индекс потребительских цен, не учитывающий волатильную группу энергоносителей и продуктов питания, увеличился на 0,3% по сравнению с декабрем, указав на максимальный прирост с августа 2011 года. Годовой рост составил 2,2%. Данные по инфляции являются одним из основных факторов для ФРС в определении сроков повышения ставки, и сейчас инфляционные ожидания находятся в понижательном тренде. Ценовой индекс личных потребительских расходов, на который предпочитает ориентироваться ФРС, едва ли достигнет уровня в 2% в ближайшем будущем. Отметим, что курс акции White Watchers International Inc. взлетел на 18,3% по итогам пятничной сессии. Причиной резкого скачка котировок стала обнародована информация об исследовании университета Индианы о том, что программа по снижению веса разработанной компанией может помочь профилактике диабета. В то же время слабые финансовые результаты привели к падению курса акций Трука Инкорпорейтед на 13% до 5 долларов 6 центов. Компания сообщила об убытке в 27 миллионов 400 тысяч долларов или 33 цента на акцию по сравнению с 9 миллионами 800 тысяч долларов или 13 центов на акцию годом ранее. Одновременно выручка выросла на 15% до 63 миллионов 600 тысяч долларов, в то время как расходы увеличились на 39% до 90 миллионов 800 тысяч долларов. Аналитики предсказывали, что выручка составит 65 миллионов 430 тысяч долларов. Отметим также, что стоимость акций компании упала на 70% за последние 12 месяцев.